Друзья, приветствую! Сокта из солнечного Магадана прислал образцы масла G Energy Synthetic Superstart 530. Это C3 масло, баночка со свежим, банка с отработкой. Сейчас покажу вам описание. Эксплуатировалось масло в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150-2020 года с мотором 2.8 турбодизель 200 сил. С небольшим пробегом, чуть более 29 тысяч километров. Пробег на масле 1712 километров, 229 моторчасов. Очень низкая средняя скорость 7,5 километров в час. Чисто городская эксплуатация. И, понятно, Магадан холодный регион, много прогревов, много холостого хода. Давайте посмотрим, первым делом посмотрим, на что похоже данное масло. Максимальное совпадение это, хотя оно достаточно большое, почти 3% от второго места отличия. Но максимальное совпадение это Polymerium Pro, самая доступная линейка у Polymerium. И Gazprom Premium N540, полнозонник A3B4 и Polymerium Elsac 6. Здесь второе и третье место. Что интересно, я знаю точно, что Polymerium использует в некоторых продуктах базу. Янос, это Газпромовская база гидрокрекинговая. Вот и возможность здесь, как раз прибор и определил, что похоже по базе эти продукты. Так, давайте посмотрим следующий скрин. По этому скрину здесь мы можем примерно оценить состав базы. Ну и видим, что самый низкий уровень это у Газпромовской базы, у этого Яноса. Видите, все конкуренты выше, даже X7 5.30, видите, выше уровнем. Чище база U-Base корейская, чем Газпромовская. Ну, Газпромовская уступает даже базе Танека от Татнефти. Я бы даже, наверное, корректнее ее называть где-то не третьей группой, а 2.5-2.75. Но, тем не менее, она не такая чистая, но она имеет свои плюсы. У нее хорошая смазывающая способность. И тем, кто живет в средней полосе или в южных регионах, я думаю, что это будет существенный плюс. Так, следующий скрин. Здесь мы можем примерно оценить состав пакета и субцинемиды, дорогие компоненты, эстеры. Так, и видим, что, значит, здесь красивее всего выглядят два масла у нас ZICTOP LS и Motul 8100 XClean+. Видно, что они на одинаковом пакете сделаны. И, видите, и даже на фоне этих, скажем так, топов, я скажу, что Газпром очень даже достойно выглядит и превосходит ZIC X7 и Teboil и Petronos Urania Daily. Вот, чуть-чуть уступает топом, только по чуть-чуть по субцинемидам. Ну, мне кажется, вполне себе достойно. Так, данные по свежему маслу. Вот, видите, Synthetic Superstart. И давайте посмотрим, что намерил прибор. Так, по окислению я бы сказал, что здесь примерно 1% эстеров. Далее. Противоизносных компонентов. Ну, на достойном уровне 1,29%. Это хороший такой уровень для среднезольника. Фенольных антиокислителей присутствует. Не так много 0,27%, но зато очень много аминных антиокислителей. 2,09%. Я такого, честно говоря, и не припомню даже. Насыпали прямо от души. Щелочное 7,8%. И кислотное 1,51%. Типичные показатели для C3. Также рабочая вязкость 12,12% с антистоксов. Ну, честно говоря, там чуть-чуть висковато. Вообще классические C3 обычно где-то там в районе 11,8%. Так, плюс-минус там 2,3, 2,3 с десятых. Так, ну и отработка. Также вот Prado 2,8. Если с бензином здесь все понятно, то вот дизель. Прибор не увидел дизеля. По нулям пишет тоже. Нарастает и окисление, и нитрование. В принципе, достаточно ровненько. Посмотрите, как сработался мало пакет. Противоизносный всего на 14%, да, процентов. Видно, что мотор в отличнейшем состоянии. Ну, пробег небольшой. Фенольных антиокислителей почти 19% остаток. И аминных все достойно. Ну, учитывая, что начальный уровень высокий. 59% остаток аминных антиокислителей. Щелочное почти 5,499. И очень сильно подросло кислотное. 3,15. Чуть позже я поделюсь своими мыслями. Значит, на этот счет вязкость рабочая просела почти на 1,06% с антистокса. Есть 0,07% воды и 0,22% с сажи. Топливная тоже в отличном состоянии. Как бы для таких тяжелых условий я сказал бы, что идеально. Так, давайте покажу вам, как выглядит вот эта просадка на линейке. Такая приличная. Ну, учитывая, что топлива прибор не нашел. Вариант остается только деструкция полимерного загустителя. То есть, видимо, здесь не самый лучший, не самый крепкий загуститель используется. Ну, и давайте покажу вам. Вот, я думаю, что процентов 70 от предельного по линейке. Достаточно сильно сработался. Ну, загуститель, ну, вязкость просела, я имею в виду, извиняюсь. Так, ну и смотрите прогноз 312 моточасов. Ну, повторюсь, здесь меня вот настораживает. Очень сильно выросла кислотная. 2334 по километражу. Вязкость 320. Практически такой же прогноз, как и мой еще нейтрализующий свойство. Я думаю, что все-таки это связано с, я разговаривал с Соктомом, мне сказал, что сетевых заправок нет. И, возможно, что это связано с соляркой. То есть, не самая лучшая солярка, которая вот сильно-сильно влияет на кислотное. Ну, и, соответственно, срабатывается щелочное быстрее. Да, не забывайте поставить лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Значит, я считал прогноз и по методике американской без кислотного. Так вот, прогноз, если считать без кислотного, прогноз получается 410 моточасов. То есть, на 100 часов больше. Ну, можно оценить приблизительно, насколько повлияло кислотное вот такое высокое. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Сокта за предоставленные образцы, за поддержку канала. Я думаю, было интересно. Масло, я бы не сказал, что оно какое-то плохое. Масло достойное, учитывая невысокую стоимость. Можно спокойно эксплуатировать. Главное, не затягивать с интервалами. Благодарю всех, кто посмотрел данные видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.